Если для многих людей эта неделя стала первой рабочей, то у городских коммунальных служб каникул не было. А с прихода мобильных снегопадов 6 и 7 января они были все мобилизованы. Наши рабочие выходят на работу и в 6 утра, и в 5 утра бывает. Вызываем по приказу. Люди работают практически круглосуточно, когда идут снегопады. Каждую ночь свыше 200 единиц техники вывозят на спецполигоны более 5000 тонн снега. Задача, поставленная городскими властями, выполняется. Необходимо обновлять парк, чтобы обеспечивать возможность предприятия использовать современные методы борьбы со снегом и больше повышать эффективность. Нам нужно порядка 400 миллионов на текущее обновление парк техники. Это закупка современных КДМ машинно-дорожных, малогабаритной техники, ну и иной техники, необходимой для уборки дорог. Эту проблему поднимала глава Самары. Город нуждается в пополнении парка спецтехники. Мы купили для всех бюджетных учреждений эту технику, помогать готовы, зная, что система образования помогает. Кто мешает управляющим компаниям это покупать? Разбираться надо в том, как они финансируются, как они бюджет формируют. В любом случае нужно расчищать не только входы в подъезд, тротуары надо чистить. После того, как наши муниципальные предприятия отработали, мы видим, что вполне денег хватает. Напомним, Олег Фурсов поручил руководству Департамента городского хозяйства и экологии совместно с главами внутригородских районов проверить, насколько управляющие компании ЖСК и ТСЖ обеспечены спецтехникой. Глава города отметил, что наличие необходимого количества снегоуборочных машин должно быть одним из условий получения лицензии обслуживающими организациями. Если порядок на основных самарских дорогах регулярно поддерживается, то чистота дворов и крыш – это особый вопрос. Есть управляющие компании, которые стараются оперативно устранять снежную кашу у подъездов и нависшие сосульки. Мы ограждаем лентами те участки, чтобы люди не ходили для безопасности пешеходов, но стараемся буквально оперативно в течение часу, двух, трех решать вопрос. По сравнению с тем, что было раньше, с прежней управляющей компанией есть улучшения. Я доволен, что убирают и считаю, что служба работает более-менее нормально. По-настоящему ответственных управляющих компаний в городе мало. Проверка показала, ни одна не смогла очистить от наледи все дворы и крыши. Теперь предстоит работа над ошибками. На сегодняшний день поставлена задача согласовать все действия, непосредственно со всеми межслужбами, между службами, и выполнить, привести в нормативное состояние до 17-го числа. За грубые нарушения компаниям грозят штрафы. Сейчас уже составлено больше 500 административных протоколов. Марина Кравцова, Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.